Итак, полную текстовую версию прямой линии с Игорем Кошиным можно будет прочитать на нашем сайте адрес trksever.ru. Как уже было сказано ранее, в ходе прямой линии губернатора Игоря Кошина он отметил о большом количестве вопросов, связанных с дорожной сферой. Вообще, дороги для нашего региона — тема отдельная. Если еще год или два назад из уст нариенмарских автомобилистов сыпались одни ругательства, мол, не дорога, а стиральная доска, яма на яме и тому подобное, то сегодня можно смело заявить в столице нефтяного региона и дороги подстать. Моя коллега Алина Вовучейская расскажет о масштабной реконструкции транспортных артерий Наринмара в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года. От поселка Искателей до центра окружной столицы, от аэропорта до Кольцевой — порядка 13 километров нового дорожного полотна. С начала июня и до первого снега, и днем, и ночью. Ремонтный сезон 2015 года побил все рекорды. Работа кипела в буквальном смысле слова. Асфальтоукладчики, катки, грейдеры, камазы с песком и щебнем. Этакая дорожно-строительная эпопея. Как результат, полностью обновлено дорожное полотно на автотрассе Наринмара Искателей. Участок федеральной автотрассы в сторону аэропорта. Проведена реконструкция транспортной артерии в районе улиц Ваучейского, Октябрьской, Ленина. Полностью обновлена и набившая оскомину автомобилистам Первомайская. Заасфальтирован микрорайон авиаторов. За несколько месяцев транспортные артерии Наринмара изменились практически до неузнаваемости. Ну сейчас хоть нету ям, как были раньше. Можно ехать по гладкой дороге. Приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться. Но нельзя. Асфальтовый завод в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года использовался на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии выпустили около 20 тысяч тонн асфальта. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн. Причем, по словам сотрудников асфальтобетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014-м. Ну, во-первых, материалы другие. Качество другое материалов. Плюс применяем сейчас минпорошок. Ну и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. И это не те, что в прошлый год, позапрошлые годы принимали старый материал, отсев. Сейчас снова с Карелии идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. Помимо Наринмарских дорог, ремонту подверглась межмуниципальная автодорога до поселка Красное. Работы на 9, 16, 29 и 37 километрах начались в середине сентября. А сейчас находятся в завершающей стадии. Сложные работы. Значит, когда больше груза идут, машины, конечно, дороги разбивают. То есть мы делаем дороги, а в это же время, на других участках, где мы работы не производим, у нас постоянно работает грейдер, каток, чтобы дорогу поддерживать. Всегда в работе стоять, чтобы люди ездили в Красное и, так сказать, нас не ругали. Готовятся дорожники и к строительству зимника. Кстати, в этом году маршрут от окружной столицы до республики Коми станет короче на 52 километра. Он пройдет вдоль строящейся дороги Наринмарусинск. Ранее временная дорога примыкала к уже действующим зимним маршрутам нефтяных компаний, что было не совсем удобно для жителей Ненецкого округа. Такая глобальная реконструкция дорожной сети в регионе началась после передачи полномочий в этой сфере из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сейчас все свои силы дорожники направят на поддержание и содержание дорог в должном виде. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.